Правильно надеть фуражку, заправить майку и застегнуть куртку не выше верхнего шва кармана. Эти ребята должны на зубок знать все правила ношения обмундирования. Их уже многому обучили, в том числе, как нужно маршировать. Первая волна призывников готова к отправке на службу. Слова напутствия и поддержки будущим военнослужащим прозвучали от заместителя председателя правительства Тувы. Я надеюсь, что вы будете стойко к трудностям армейской жизни и гордо понесете высокое звание российского солдата. Желаю вам достойно проявить себя, всегда уверенно и право нести службу, гордиться тем, что вы не избежали армии и отдаете свой долг родине. С 1 апреля по 15 июля текущего года стартовал весенний призыв на военную службу. По информации военного комиссариата Тувы, отбор граждан будет проводиться муниципальными военными комиссариатами. Далее новобранцы будут направляться в республиканский сборный пункт. И вот наступил самый важный момент – торжественная церемония отправки на службу. Призывники делятся своими эмоциями. Эмоции замечательные. Хотел служить, вот сам пришел. Мы вот попали одни из первых. В итоге поедем в Москву, 29-я дивизия, мотострелковая часть. Будем проходить там курс молодого бойца. И ну запомните меня таким. Желаю всем успеха, удачи. И не бойтесь служить, это не страшно. Все должны через это пройти. Все мужчины. Это даст нам сил, укрепит наш характер и дух. Конечно, хотелось. Ну, так как человек, если человек сильный, то, что он хочет, всегда добьется. Я вот, как отучился, сразу пошел в армию. Как думаете, тяжело будет? Конечно, тяжело будет. Но надо справляться. Здесь собрались родные и близкие, чтобы на дорожку увидеть своего сына, брата, внука или друга. Дружеские объятия и напутственные слова напоследок ни с чем не сравнить. Эмоции просто. Младший брат в армию уходит. Конечно, буду ждать. Я рад за него. Он хотел в армию. Вот. Отправляется. У нас семей первый, самый младший ребенок. Мы провожаем в армию. Ну, такой прекрасный день сегодня. Поэтому мы желаем всем призывникам самую лучшую службу и вернуться домой. Мой племянник. Племянник я и мой дядя. Провожаю сегодня племянника. Значит, отслужить свой долг. Ну, и думаю, что мой племянник достойно проведет, вернее, пройдет службу и будет готов к защите Тувы, нашей России. Ну, желаем белой пути, хорошей службы. Ну, все. А у вас родители? Старший. Младший. Почему такие эмоции, да? Ну, а... Сначала ему будет привыкать к всему этому еде, там, утреннюю зарядку, там, потихоньку привыкнет. Кроме того, за отличную службу благодарность от командования воинской части получила мать новобранца, который отправился в армию еще в прошлом году. Сын Аяны Тапыян стал настоящей гордостью для их семьи. Рады, что нас отблагодарили за достойное воспитание нашего сына. Мы гордимся им и всегда будем поддерживать. А ребятам, которые уезжают сегодня, тоже желаем удачи. Весенняя призывная кампания охватит порядка 700 граждан призывного возраста региона. Срок службы по призыву остается неизменным – один год. Также напомню, что с 1 января этого года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. 24 человека у нас уходят ребят сегодня в Московский военный округ. Отправлять мы ребят своих будем, как и, в принципе, всегда в разные виды родовойск. Обращаю еще раз внимание, что на территории вновь присоединенных субъектов РФ военнослужащие по призыву служить не будут. Перед отправкой ребят полностью обеспечили форменным амбанированием – средствами личной гигиены. Следует отметить, что размер выдаваемой формы строго соответствует росту и телосложению призывника. Напомню, что в этом году призывная кампания началась 1 апреля и завершится 15 июля.